Наш следующий репортаж о людях, посвятивших свою жизнь железной дороге, ветеранах Лобнинского моторовагонного депо. С ними встретился мой коллега Никита Панин. Черно-белые фотографии, альбомы, газетные вырезки, макеты колесных пар. В Музее истории моторовагонного депо Лобня собраны экспонаты, объединяющие сразу несколько эпох. Наш музей, в общем-то, концентрация двух локомотивных депо. Одно локомотивное депо, которое организовалось на станции Москва-Бутырская в начале 20 века. Затем в 1957 году все работники депо, часть локомотивов перешли в наше депо. А там локомотивное депо Москва-Бутырская закрылось. Поэтому история нашего депо начинается с 1957 года. В этом году были открыты первые цеха депо. Сейчас мотор-вагонное депо Лобня – это без преувеличения целый город в городе со своей инфраструктурой, жилыми корпусами, столовыми, медицинским комплексом, котельной, огромным числом объектов, предназначенных для ремонта и обслуживания электропоездов. За почти 60 лет со дня создания Лобнинское депо изменилось до неузнаваемости. Во-первых, изменился непосредственно облик депо, внешний вид депо. Депо перестраивалось несколько раз, значит, и крыши ремонтировались, и снаружи обновлялось депо. Построено новое котельное, построено помещение, где сейчас хозяйственный цех, оборудовано вновь тепловозный цех, здание тепловозного цеха, сейчас там покрасочный цех. Поэтому в этом отношении депо развивалось. А котельная вообще переоборудована с мазута, в то время работали на мазуте. Мы занимались тем, чтобы перевести ее на газ. Это успешно произошло в 1998 году, и весь поселок, наш железнодорожников, отапливается нашей котельной. С 2000 года мотор-вагонная депо Лобня, помимо поездов, курсирующих из Москвы в Савелово и Дубну, обслуживает и все локомотивы белорусского направления. На сегодняшний день мотор-вагонная депо Лобня – это более шести десятков электричек и около тысячи человек, обслуживающего персонала, включая машинистов. Виктор Андреевич Гончаров проработал машинистом более 30 лет. В Лобнинское депо устроился в 1968 году. Своей профессией учился еще у паровозников. Паровозы я, конечно, не застал, но паровозников, которые на паровозах ездили, вот с ними я работал. И довольно-таки и начинал, когда практически я у них учился, у этих паровозников, как водить поезда. Они у нас все-таки, ну это же тяжелая вещь. Паровозы и тепловозы – это совсем два больших различия. И когда посмотришь вот эти вот снимки, вот эти паровозы, там еще увидишь, как они там, кто бросает уголек, вот, мы, значит, перед ними-то были уже, это, лодыри, можно сказать. Сидишь и за ручки только дергаешь. Все 33 года в депо Виктор Андреевич работал машинистом тепловоза. В основном перегонял товарные составы. За свою трудовую практику сталкивался с множеством неординарных ситуаций на железной дороге. Вот я работаю на, здесь на станции Лобня. Мы в аэропорт Шеметьев подаем бочки с этим керосином для летунов. Там у них база, сливаем, там они сливают топливо с цистерну, и мы их, а потом уже обратно забираем. Но по пути у нас есть там еще такой участок номер 4, там военизированная какая-то. У них там тепловозик, они там маневры делают. Ну и едем мы с горки, спускаемся. Обычно наш маршрут наш, все мы уже. И смотрим на стрелки, у них там к ним туда стрелка идет. А нам ее надо объезжать. Ну, хитрые они. Выехали, не глядя на стрелку, ее взрезали. И, типа, поставили ее по новой, как будто она так и была. Но она такая, когда ее зарезаешь, то она имеет такое свойство пружинить. Если ты наедешь на определенный участок, она спружинивает, и тебе получается туда-сюда ехать. Вот я ехал с этими бочками. Все у нас, есть такой балансир, указывает, в какое направление. Когда стрелку переводишь, он указывает, в какое направление тебе. Либо направо, либо налево. Моя, как говорится, мое маршрут, и этот балансир хорошо показывает. Ну, я спокойно еду. И он на стрелку наступает, и он у меня, этот балансир, прыгает подо мной. И я так посередине, между двух этих направлений, поехал. Закопал пол тепловоза, пропорол там топливный бак, только заправился 6 тонн. И вылил солярки на землю. Несмотря на серьезную аварию, карьера машиниста для Виктора Гончарова на этом не закончилась. Во время разбирательства удалось доказать, что в произошедшем его вины нет. Однако после этого случая всех машинистов обязали останавливаться и лично проверять железнодорожные стрелки перед тем, как продолжить движение. Татьяна Дмитриевна Бойцова в депо работает с 1981 года, состоя в отделе кадров. Однако в депо даже кадровикам в каком-то смысле приходилось обслуживать локомотивы. Нас заставляли ходить проверять поезда. Мы смотрели, где, может быть, окно не закрывалось, где резина в этих, в тамбурах порезанная, где-то плохо убрано, где-то лампочек нет или плохо горят, окна грязные. Вот это все мы записывали и рапорт отдавали начальнику депо. Владимир Сергеевич Мочилов на службе Лобнинского депо состоит с 1973 года. Свой путь начал в цехе по ремонту кранов. Позднее занимался тормозными системами электропоездов. Здесь образовался новый цех, цех электроники. Это где-то было в 1978 году. Назывался цех САУД. Это САУД в переводе – система автоматического управления тормозами. В этот цех меня и забрали. Цех только новый, перспективный был. Еще никто ничего не знал. Мы с нуля все это начинали делать, потому что САУД стоял в головных вагонах электропоездов. Надо было обслуживать их, потому что там было напольное устройство. Вся электроника начиненная была в радиорубке. Это очень сложная система. Она только-только внедрялась. Но потом уже, когда за все это время уже система автоматического управления тормозами у нас получалась, но немножко что-то были, какие-то недостатки, нюансы какие-то. Конструкторское бюро, видимо, под головой министра Никифорова, вот это я помню, вот, новая система появилась, система «Клуб». В переводе это значит комплекс управления локомотивных блокировок. Вот. Вот сейчас это работает. Вот это очень много. И новые напольные устройства появились. Вот. Новая электроника пошла. Сейчас это под машинист уже едет в кабине машиниста, у нее и красный, и зеленый, и желтый, и под КЖ. То есть сама система дает управление. Вот. Она электронная. Вот. Он уже, допустим, под зеленый едет, там, 80 километров, он уже не проедет 130, под желтый он уже не проедет. Там, если желтый загорелся, она сбрасывает. Если под КЖ, это 20 километров скорость уже идет. Система «Клуб» на поездах используется и по сей день. Благодаря ей поезд способен менять скорость по сигналу светофора даже без участия машиниста. Работая в Лобнинском депо, Владимир Мочалов фактически стал одним из тех, кто принимал участие в ее создании. Мы все это осваивали, сами подавали. Мы, как обслуживающий персонал, нам видно, какие недостатки там, что надо улучшить, чтобы производительность труда улучшилась, этих датчиков. Вот. И потом приезжали к нам с конструкторского бюро инженера. Они тоже с нами советовались. Мы им давали советы, они прислушивались, а потом уже они, может быть, там за Кульманом или что там они там делали. По нашим рациентским предложениям они изобрели новый датчик. И эти датчики уже было легче устанавливать на колесную пару. А раньше было сложно. Ой, как это сложно было. Даже это просто очень было невозможно. На сегодняшний день в клубе ветеранов депо состоит 450 человек, из которых 40 – ветераны и участники Великой Отечественной войны. У каждого из них за плечами десятки лет работы на железной дороге и огромное количество жизненных историй. Своими воспоминаниями ветераны делятся на регулярных встречах, чаще всего проходящих в Музее истории депо Лобня. Никита Панин, Дмитрий Жуков, Михаил Жуков, телекомпания Лобня.